снова здрасте это видео о технике упражнения упражнения сегодня будем разбирать под названием сведение рук для грудных мышц в кроссовере или разводка в кроссовере или разводка в блочной рамки то есть название масса независимо от того от кучи названий туши я вижу периодически что творят эквилибристы в зале с этим тренажером в этом упражнении просто уже даже смеха не вызывает то есть принципе элементарное упражнение человек который в нем не разбирается да не умеет его делать может занять пол зала я уже в принципе несколько раз там поправлял людей в технике в зале потому что мимо них просто невозможно пройти причем вариантов выполнения этого движения показывается целая масса сотни траекторий вариантов и всего остального на самом деле тут все просто однозначно итак начнем с простейших вещей вот наш тренажер наша блочная рамка вот и обе стороны и так первую очередь люди почему-то тратят кучу времени на то чтобы определить центр в принципе на большинстве облочных рамок есть брусья ну и точнее турник для того чтобы определить центр достаточно стать под ним и поднять голову вверх ну можно еще просто повиснуть на турнике и там где опустимся там в принципе и будет средняя зона все серединная точка между двумя стойками между двумя стеками это одна координата положения ног следующая координата положения ног стартовая это линия между нижними блоками тренажер вот один блочок вот второй и в принципе ноги если мы выставляем то изначально в начале движения ноги стоят на одной линии с нижними блоками дальше одна нога остается на этой линии вторая немножко выставляется вперед но она не выставляется за пределы тренажера вторая нога выставляется на линию вот фронтальных опорных лапок вот этих вот тренажера если брать относительно средней до линии продольной и максимального выставления опорной ноги вот положение либо вот положение зависит от того у кого какая нога опорная то есть дальше выходить из тренажера смысла не имеет дальше можно только наклониться сейчас буду показывать тренажер тренажер габаритный тренажер тренажер становимся по центру встали по центру дальше сейчас уведу тренажер немножко в другой камеру в другой ракурс для того чтобы было видно все ну вот как то так если взять ручки блока вот постановка задняя нога на средней линии опорная нога на линии впереди идущих лапок опорных тренажеров не дальше встали дальше делаем небольшой наклон и выводим рукояти блока как бы в опору на бицепс и предплечье кисти как в разводке параллельны между собой дальше естественно как в жимах как в разводке округляем грудную клетку вперед выпячиваем и вроде получилось и начинаем работать чем отличается вот эти вот сведения в блоке от обычной разводки тем что в конце траектории когда у нас максимально сближены между собой кисти мы можем достичь пикового сокращения грудных мышц поэтому когда в разводке в принципе арнольд когда-то упражнение назвал обнять дерево то в кроссовере дерево мы будем не обнимать а будем его сжимать сдавливать то есть принцип действия какой в тот момент когда кисти у нас уже сближаются грубо говоря кисти попадают в зону ширины плечей дальше к ним подключаются еще локти и в этот момент мы как бы дожимное движение такое делаем и в принципе начинаем уже сводить между собой не только кисти но еще и локти внутреннюю часть и вот таким образом сдавливаем грудные мышцы и вот из этого положения получается такая полуразводка полужим выглядит это вот так руки там сокнуты изначально под углом где-то 110 градусов 100-110 дальше распускать нет смысла потому что для того чтобы стартануть следующее повторение придется сначала бицепсами подтянуть вес а дальше отрабатывать грудными то есть дальше вот это вот положение мы кисти с ручками блока не отпускаем еще один момент грудная клетка выпечена вперед в принципе движение напоминает разводку на лавке вниз головой и немаловажный момент плечевой пояс мы тоже не расслабляем то есть грудные все равно здесь под напряжением держим растянутые но под напряжением то есть полностью контролируем нельзя распускать полностью суставы в разные стороны их сначала потом придется собрать и потом выполнять движение то есть вот встали зафиксировались наклонились чуть вперед вы петели вперед грудную клетку дальше начинаем сводить блок с опорой да предплечьем и на кисти и на рукояти и в конце дожим то есть получается здесь в начале первые две трети или три четверти движения мы делаем разводку сводим кисти между собой все как в разводке но дальше когда доходят кисти до ширине плечей у нас уже включается сведение локтей между собой и как бы жим вперед такой клац уже с параллельной постановкой кисти вот это движение с выпеченной с выпеченной грудной клеткой в принципе кто раньше так не делал и попробует вот так вот сделать нужно довести даже на первых повторениях грудные досудорог ну сейчас покажу еще раз движение одна нога по центру вторая вперед вот исходное положение то есть кисти с рукоятями примерно на одной линии с нижним краем груди получается вот локти не внизу а вверх максимально выкручены для того чтобы обеспечить нормальную опору то есть в этом положении мы в принципе посредством рук телом висим на блоках и дальше вот здесь вот уже у меня комфортная точка в которой я буду заканчивать держать руки в дугообразном положении и буду просто выжимать задача на всей траектории особенно в конечной точке уже пиковое сокращение попытаться максимально свести между собой локти и на уровне ощущений представить себе будто бы мы плечевой частью рук пытаемся грудные мышцы выжать как губки за счет этого сдавливания при этом округление грудной клетки мы не теряем то есть мы его держим постоянно в грудь колесо и работаем выжимая грудные в принципе здесь больше ничего такого сложного нет и вариантов наклона тела особо тоже нет то есть это оптимальная техника которую я только что показал ну а на сегодня все пока